Привет, ребята! Привет вам из Лондона! Привет вам из моего сада! Сегодня 2 ноября. Температура за бортом 11 градусов по Цельсию. Солнечно, но ожидается изменение погоды. Ухудшую сторону. Почти 9 часов утра. Как я уже говорила, я сейчас направляю свои стопы в дурдом. Вот, в дурдом. Направляю свои стопы в дурдом. Сразу вам сообщаю. Потом после визита, что мне там скажут, я приду вам расскажу. Я вчера посмотрела старое, так сказать, видео товарища Караульного про то, как товарищ... Как его там, Ходорковский, как он там людей изничтожал в этом старинном здании каком-то. И там эта актриса такая, которая дала ему бой, единственная, наверное, из всех. Но, в общем, ей повезло, что у нее были какие-то связи. Ее не убили. Она сказала, что... Вы можете себе такое представить, чтобы в демократической стране, хоть в одной мира, вот могли бы прийти к тебе в дом и тебе все тут разрушить и так далее? Вы себе вообще воображаете, чтобы могло вот кто-то... Я воображаю. Я живу в демократической стране. А вот в центре Лондона, можно сказать, сижу в саду. И, в общем, такого я осмотрелась, так сказать, против себя самой давления. Что даже, ну, не надо придумывать ничего. Просто запиши и, как говорится, издай роман. Вот. И никто не поверит. Кстати, никто не поверит. Значит, в этом дурдоме я числюсь с 15-го года. Сразу после того, как я обратилась к Дэвиду Камерону, вот, по поводу своих проблем. Узнала я об этом, что я числюсь в дурдоме под другим именем и другой фамилией. Они были искажены, моя имя и фамилия. Я узнала об этом в январе 18-го года. Вот. А до этого, в 16-м году, я прошла через два суда по выселению из этой квартиры. На основании того, что существует закон, что человека можно выселить, потому что ландлорд так хочет. Против этого выступал Корбин, глава лейбористской партии, которого, конечно, большинство лейбористов ненавидело из-за этого и не поддерживало. Вот. Против произвола ландлордов у него был манифест издан. И буквально через неделю после того, как он издал манифест, где было сказано, что ландлордов будут отбирать собственность, если они будут вести себя плохо, его сразу же сняли. Ему подстроили какие-то... Я уже сейчас не помню. В общем, мы его из партии исключили. В общем, все ему сделали, что могли. Вот. И второе. Вернулся в правительство Сунака Гоу. И этого Гоуа тоже Борис Джонсон уволил. Если все остальные из его правительства увольнялись сами, то Гоуа Борис Джонсон уволил. Он его ненавидит давно. Но вот Гоу был и сейчас он остался министром по градостроительству и вообще по жилищному строительству. И он тоже буквально, ну вот в январе он составил вот этот вот свой так называемую белую книгу, где он говорит, что нужно, чтобы мы прижучили ландлордов. И начались... Значит, он готовил все, нужен прецедент. Прецеденты стали возникать, как грибы во всех районах Лондона. Но только не в нашем годе было сказано, что ландлорды свои полномочия, так сказать, преувеличивают. Требовали депутаты у самой Лизы Трасс, когда она была премьером, чтобы она сказала четко и ясно, что она согласна, что убрать эту статью из законодательства. Это стадия 21, в которой говорится, что человека могут выселить на улицу просто так. Просто так. Вот. И вот мои ландлорды, они против меня применяют вот эту статью, что им нужна эта квартира для соседей наверху, я это говорила. А второе, из-за этого я прошла два суда в 16-м году, когда я пожаловалась Дэвиду Камерону. В 15-м году я пожаловалась, и сразу же они меня стали выселять. И, значит, это удалось отбиться. В 18-м году я узнала, что я оказывается в дурдоме. Причем не просто в дурдоме, а есть еще одна статья по выселению. Выселить человека и даже посадить в тюрьму могут, если он составляет опасность для жильцов в доме. Так вот, когда на меня напал ландлорд, ну, один из ремонтников, то это было представлено как то, что это я на него напала. А он якобы не ремонтник ландлордов, а он жилец в этом доме, и что я нападаю на жильцов. Причем я на него не напала, я его сфотографировала просто, вот и все. Вот, значит, и теперь эта депутатша ее переизбрали, но ситуация вряд ли изменилась, честно говоря. Значит, в 19-м году снова на меня было подано в суд, хотя в 18-м году был принят закон о том, что квартира предоставляется сумасшедшим наравне с бывшими зэками и вот ребятами, которые вернулись с войны. И у них какие-нибудь там травмы, так сказать. Вот, несмотря на это, они сказали мне, что ты нормальная, если хочешь, так сказать, чего-то, езжай назад в свой кантри. Вот, тебе будет так лучше. И, в принципе, состоялся суд, который в 19-м году было сказано, что в июле опять Стратфордский суд остановил все это дело. А в октябре, как раз 31-го, должен был быть суд, но 30-го его, как говорится, я так понимаю, отменили. Вот они отозвали свой иск на том основании, значит, судья написал, что никто не доказал свою правоту. Одно из главных, так сказать, от моего, как его звать, адвоката, значит, аргумент был тот, что мой врач отдал письмо ему, что я сумасшедшая была уже, когда приехала в эту кантри. И поэтому, значит, видимо, он рассчитывал на то, что мне выселят, они таки меня выселят, но при этом будет основание для того, чтобы дать квартиру. Еще раз повторяю, это в 19-м году. Но, тем не менее, это дело все не прошло никуда. И началась новая атака на меня. С меня стали требовать деньги вернуть за то, что мне переплатили уже местные власти социальную помощь. То есть, по идее, если я могла оплачивать квартиру, там, 700 фунтов социальной помощи, то эта помощь была не просто прекращена, но с меня требовали, чтобы я выплатила, так сказать, то, что я переплатила. То, что они мне переплатили, это 2000, в общем, короче, они меня достали до такой степени в 19-м году. Ну, а потом был коронавирус, а потом уже после коронавируса пришли мои ландлорды снова, и уже теперь долг вырос до 15 тысяч, и теперь они требуют, чтобы я, потребовали, чтобы я убиралась. Значит, вот сейчас опять, опять была остановлена, опять Стратфордским судом это все дело, и снова перенесло в тот суд, который меня чуть ли не, значит, выселил в 19-м году. И теперь, непонятно по какой причине, они стали требовать, чтобы я пошла в дурку, и в дурке мне будет оказана услуга, которая называется токинг терапия. Ну, это вот они так сказали, я сказала, что я на такие услуги ходить не собираюсь, и мне не о чем с вами разговаривать. Вот, то есть любой человек, ну, тут это такая целая схема, ну, как я понимаю, пораспил. Но самое прикольное, что когда я отказалась ходить на их дурацкую токинг терапию, они мне вот это вот прислали теперь приглашение именно к врачу, а не там в групповую, так сказать, секту. Ну, мы это посмотрим, что это означает, и я вам скажу, ну, сон, который мне приснился, сон был не очень, я вам скажу, хороший. Вот, и я вам расскажу, что это означает. То есть, как я понимаю, суд в очередной раз без какого-то участия с моей стороны, как в известной книге Кавки, процесс, что-то там наклепает опять где-то за спиной, так сказать, на основании каких-то показаний. И, значит, скорее всего, будет уже решение суда, мне придет, а тут уже как раз уже с этой стороны, как говорится, подготовлена уже вот почва к тому, что сразу же, как только мне придет из суда, что в течение двух недель я должна выселиться, мне сразу же есть основания из дурдома, что мне по закону положена квартира, и вот мне какую-нибудь квартиру уже выделят, что если я довольна, а недовольна, валя в свою кантри, тут есть кому без тебя, как говорится, жить. Вот, и тут я сразу сюда присовокуплю к этой теме, а потом перейду к другой, и к этой теме я присовокуплю большой-большой скандал с Министерством внутренних дел, с этим назначенным министром под названием Суэлла Брауарман, что-то такое, да, бравый мужчина. Она, значит, сказала вчера в парламенте, что на Британию осуществляется, так сказать, инвейджин, она сказала, настоящий инвейджин, то есть нашествие. Вот так вот у меня и будет, наверное, этот пост за главным нашествия. Значит, причем это тысячи албанцев штурмуют два года подряд этот остров на лодках надувных, покупают они их в Китае по Алиэкспресс, я так понимаю. Это недешевые, кстати, это лодки такие большие, они на этих лодках перевозят сюда нелегалов. И вот как раз у нас же здесь, мы живем Лондон, но это восточный Лондон, и от нас тут всего ничего полчаса ехать до графства Кент. А в этом графстве Кент, и не только там, и везде, по всей вот этой, я так понимаю, побережью, уже не знают, куда девать этих бездомных, в смысле, извиняюсь, этих нелегалов. Их селят в гостинице. Вот я лично знаю, что у нас в гостинице, вот буквально семья живет, они палестинцы. Папа, мама и три девчонки малолетние, а старшие вроде 10 или что, ну, в общем, они не говорят, конечно, ни на каком языке, в смысле, они же, ну, папа более-менее по-английски что-то там говорит, но остальные все просто улыбаются, очень красивые, такие симпатичные все, но это вот они есть, вот эти, я так понимаю, такие нелегалы. Желающих много, квартир мало, это очень-очень тяжелая ситуация сложилась на острове, ну, а как они ее будут разрешать, это мы посмотрим дальше. Ну, пока-пока.